Не так давно один из подписчиков спросил меня, как я заработал первый миллион. Вопрос очень интересный, и он подразумевает ответ не только, как я его заработал, но и почему я его заработал. Меня зовут Михаил, а это канал Честный Перекуп. Продолжаю отвечать на самые интересные вопросы наших подписчиков. Первое, что я хочу сказать, что для многих людей заработать миллион является какой-то фантастической и нереальной задачей. При этом люди готовы выдумывать для себя всяческие отговорки, отмазки, почему им его не заработать. То есть не направить свои мысли в сторону того, как им это сделать, а они направляют свое мышление в сторону того, почему они не могут этого сделать. Например, я слишком молод, я слишком стар, я слишком неопытен в этом вопросе. В общем, отмазок находится очень много, а многие люди даже к себе очень самокритичны. То есть они вообще, в принципе, не готовы даже мысленно подумать о том, что он или она способны заработать миллион рублей в месяц. Мне всегда нравилось наблюдать за успешными в финансовом плане людьми. Всегда было интересно смотреть, как к ним приходят большие цифры, а они воспринимают это как должное. То есть, ну, я этого достоин и все. Наблюдая за всем этим, я смог сделать довольно интересное наблюдение. Как бы это сказать, менее изъезжено. Но суть такая, что человеку приходит столько денег, сколько ему позволяет принять его сознание. Да, именно сознание и внутренние убеждения позволяют человеку заработать много. Ни воспитание, ни образование, ни какой-то опыт в каком-то деле, а именно внутренние убеждения. То есть человек в какой-то момент зашел на тот уровень, на котором он уже отфильтровывает всю ненужную и лишнюю шелуху, за которую цепляются обычные люди. Большинство людей отлично понимают, как им заработать 50 тысяч рублей в месяц. Ну, большинство. Что для этого надо сделать? Куда сходить? Кому позвонить? Какие документы написать или подписать? Они четко понимают, что за это они получат определенное количество денег. И у них, понимаете, очень четко сознание позволяет принять им именно эту оплату за их действия и за их труд. Так вот, самое удивительное, что люди, которые получают не 50 тысяч рублей, а 50 тысяч долларов в месяц, мыслят абсолютно точно так же. Они совершают те же самые действия, они точно так же идут, они точно так же звонят, они точно так же встречаются с людьми, готовят и подписывают документы. Только он находится на таком уровне, когда к нему приходит в месяц не 50 тысяч рублей, а 50 тысяч долларов. Хотя действия и затраты энергии в это абсолютно те же самые. Просто человек находится немножко на другой ступени, и эти деньги к нему приходят сами собой. Возможно, вы возразите мне и скажете, да, в принципе, говно вопрос, я могу принять полтинник долларов в месяц, как нечего делать. Но это не так. Чтобы это произошло с вами, вам надо пройти определенный жизненный путь и подняться по определенным ступенькам. В принципе, так произошло и со мной. Когда в 2007 году я купил свой первый автомобиль для перепродажи, им был Ford Focus второго поколения, моей главной задачей было хотя бы не уйти в минус. А если бы я заработал 10 тысяч рублей, то это было бы победой для меня. Благо, опыт оказался удачным, и мне удалось заработать целых 25 тысяч рублей. Для 2007 года это были вполне неплохие деньги. Если хотите услышать об этой истории подробно, обязательно напишите в комментариях. Но сейчас речь о другом. Заработав свои первые деньги на перепродаже автомобилей, я вышел на определенный уровень дохода, который составлял 20-30 тысяч с автомобиля. Это была какая-то планка, какая-то грань, которую я никак не мог пробить и перешагнуть через нее. В общем, это сравнивать с тренировками в тренажерном зале, где надо сначала много-много в поте лица работать, не видя какого-то глобального результата. И лишь потом вы начинаете смотреться в зеркало и видеть какие-то изменения. Точно так же и в финансовом плане. Вам надо приложить определенные усилия, пройти определенный опыт, чтобы пробить одну планку и выйти на другую. Мне все время казалось, что я недостаточно опытен, что я недостаточно профессионален. И именно эти факторы мешали мне заработать больше денег. То есть я сам психологически не был готов к большим цифрам, потому что не считал себя профессионалом. Но продолжая работать, покупая и продавая один Ford Focus за другим, а затем и другие автомобили, я довольно-таки быстро смог преодолеть планку в 50 тысяч рублей. То есть благодаря вот этим постоянным покупкам и продажам я стал чувствовать себя увереннее. Поверил в то, что я уже имею какой-то опыт и профессионализм в своей сфере. И смог позволить себе заработать больше. Но на самом деле я опять застрял уже на следующем этапе. То есть это были цифры 50-70 тысяч рублей. А мечта была зарабатывать хотя бы 100 с каждой машины. И в этом мне помогли мои друзья, коллеги. Круг стал меняться, мое общение. Я стал знакомиться с новыми интересными людьми. В том числе, которые занимаются тем же бизнесом, что и я. Только в формате автосалона. Они гоняли машины из Америки. Кто-то из Европы. Кто-то занимался, может быть, тюнингом автомобилей. В общем, как бы я стал крутиться в автомобильной тусовке. Стал разговаривать с людьми, которые чуть старше и опытнее меня. И глядя на них, я стал делать определенные выводы о своем бизнесе. О том, что я делаю правильно, что делаю неправильно. Где я просто мыслю менее глобально. И боюсь каких-то перемен и изменений в себе и в своем деле. И что мешает мне выйти на следующую планку, то есть на следующую ступень заработка. Кстати, спустя некоторое время, анализируя, я понял, почему я так долго буксовал на цифрах 30-50 тысяч рублей. А они смогли выйти на уровень дохода практически сразу в 100 и выше тысяч рублей с проданной машины. Дело в том, что мы были из разных семей. Имели разный жизненный опыт. Моя семья, в принципе, достаточно простая. Мы не жили как-то изысканно. Не было иномарок, никаких каких-то красивых загородных домов. А люди, воспитанные в других обстоятельствах, в других семьях, которые с детства, с юношества держали какие-то суммы денег в руках, имели другое отношение к этим деньгам и к этим цифрам. Поэтому, когда они занимались собственным бизнесом, разумеется, уровень их запроса был выше, чем мой. Поэтому им эти деньги и приходили, а мне они никак не поддавались. И, в общем-то, в то время, как я, заработав с автомобиля 50 тысяч рублей, ликовал и радовался, вел всю семью в ресторан, друзей в клуб, и, в общем, ну, покупал, начинал покупать себе какие-то вещи, о которых мне мечталось, то для них заработок в 50 с машины – это был провал. То есть, понимаете разницу? Это именно как раз вот это отношение к деньгам. И человек, для которого 50 тысяч – это провал, разумеется, он будет зарабатывать в итоге больше, чем я. Потому что для меня 50 – это предел психологический и какая-то радость, а для него это повседневность и обыденность. В общем, пообщавшись с Куру и вообще с людьми взрослыми, бизнесменами, я смог сделать правильные выводы и, наконец-то, пробить планку, очередную свою, заработав с проданного автомобиля целых 300 тысяч рублей. Так вернемся к вопросу, как же я все-таки смог заработать свой первый миллион за месяц? В октябре 2010 года у меня родился сын. И как дополнительный подарок к этому мне удалось сделать восхождение на еще одну вершину и заработать свой первый миллион за месяц. В общем-то, в жизни так часто бывает, что происходит одно событие и тянет за собой сразу же другое. И, как правило, когда ты берешь на себя какую-то дополнительную ответственность, сначала кажется, что это тяжело, но потом жизнь и судьба начинают преподносить тебе какие-то подарки и всячески помогать в решении этих вопросов и проблем, которые казались, на первый взгляд, именно проблемами. Ну, не будем отвлекаться, рассказываю все-таки, как я его заработал, свой первый миллион. Это были два автомобиля. Это была Audi A8, купленная мною в Москве. И был Cadillac Escalade, за которым мне пришлось ехать аж в Оренбург. Я взял своего лучшего друга, с которым, кстати, сейчас и работаю. Мы сели с ним на самолет, полетели в Оренбург. Там нас встретили. Это была крупная компания, которая известна на весь Оренбург. Они там занимаются стройкой и всякими. В общем, такая крупная контора. И у них в организации я купил просто как обычное физлицо. Прилетел, купил на перепродажу, конечно же, Cadillac Escalade. И если Escalade был очень свежим, и с ним практически ничего делать не надо было, только перегнать в Москву, разместить здесь и продать, то Audi A8, я помню, была такая, тоже из корпоративного парка. Но она была под водителем, поэтому она была в состоянии таком немножечко, где-то там царапка по салону была грязная. И как раз тогда я своими руками готовил автомобили, пылесосил их, полировал сам тряпочками, губочками, покупал специальную химию для чистки салона. И, в общем, я очень круто подготовил эту A8, купил специальный кондиционер для кожи, и кожа стала не блестящая, а матовая. Плюс ко всему я очень любил фотографировать автомобили, и до сих пор люблю, на самом деле, каждую свою машину, которая на перепродажу идет у меня сейчас. Я обязательно устраиваю ей фотосет, мне нравится этим заниматься. И тогда я проковырялся с этой A8, сделал очень крутые фотографии, и, блин, это сработало. То есть человек зацепился именно на состояние, именно ему понравилось, как автомобиль выглядел на фото, как он выглядел живьем. И я ее продал благодаря именно хорошей предпродажной подготовке с большим плюсом. А касаемо Эскалейда, это было вообще отличное приключение. То есть, повторюсь, мы с другом слетали в Оренбург, переночевали там в гостинице, сходили в бар, туда-сюда, забрали Эскалейд. Мы были молоды, нам там было что-то около 24 или 25 лет. Классно провели время. Ребята нас там встретили на широкую ногу, предлагали там чуть ли не баню с девчонками, но мы люди порядочные, женатые, в общем, отказались. И все-таки помнили, зачем мы туда приехали, чтобы нам уехать обратно все-таки на машине, а не своим ходом на поезде или на перекладных. Короче говоря, на Эскалейде мы кайфанули, молодые ребята, лето на дворе, осень была. Поехали, получили удовольствие от всего этого процесса, от путешествия. И на самом деле я помню, как я продал этот Эскалейд. Я не успел его даже нормально отфотографировать. Я в то время еще работал, ну, как бы на двух работах. То есть я не только перекупством занимался, но еще в другом бизнесе работал. Кстати, если хотите узнать в каком, то пишите в комментариях, я вам расскажу. Привезли мы этот Эскалейд. Я выбежал в перерыве в своей работе, сфотографировал его на мобильный телефон. Это был Sony Ericsson с таким отодвижным экранчиком. Ну, мобильные были тогда, с камерами послабее. Не как сейчас. И, в общем, я сделал вот эти как-то на скорую руку фотографии. И прямо в этот же день его разместил в продажу. И вот с этими там тремя или четырьмя фотографиями мне тут же звонит человек, говорит, что мне машина очень интересна. Типа, где можно посмотреть? Я говорю, там, допустим, вот сейчас это один район, а вечером буду в районе Бауманска, это Москва. Он говорит, слушай, мне на Бауманской очень удобно. Я нахожусь по такому-то адресу. Я понимаю, что это просто от моего дома там, ну, буквально 50 метров. Я говорю, окей, хорошо, вечером тогда покажу тебе машину. В общем, встречаемся, машина ему нравится, но он действительно был новый, как бы там по состоянию вообще было не докопаться. Оформляем с ним эту сделку тоже, она прям прошла очень легко и быстро. И я такой воодушевленный, у меня и сын родился, и А8 продалась, и Escalade продался. И причем вот как раз вот я психологически про что вам говорил, я был готов принять большие средства. Я уже был готов не заработать с каждой из этих машин 50, а я прикрутил прям там в нагляк. То есть я там к Escalade чуть ли не 700 или 800 тысяч просто плюсом написал. И на А8 точно так же получилось. Я там поставил ее плюс 500. Ну, в итоге там и там сделал какую-то скидку. И, короче говоря, продается Escalade, продается А8. И я понимаю, что, блин, все, короче, планка пробита, миллион заработал. Кстати говоря, вы не думайте, что я был такой мажор, и у меня было столько денег, чтобы купить там и А8, и Escalade. А8 была достаточно старенькая, то есть ей, она была 2006 года, а это был 10-й. Ну, 4-х летняя была А8, а Escalade был буквально, ему там был год или полтора. Но эти деньги были на покупку этих машин не полностью мои. Я их там у людей занял. Как раз я тогда начал общаться, как я уже сказал, с людьми, у которых был бизнес и больше обороты, чем у меня. Но на определенных условиях я их смог заинтересовать там за какую-то благодарность. Поэтому они добавили мне денег, и я смог, в общем, все это осуществить. Кстати, ребят, что хотел бы отметить. Ведь тогда не было никаких баз для проверки автомобилей, таких как автотека, автокод, сайтов ГИБДД, реестров, залогов и так далее. Большинство машин покупалось, ну, можно сказать, просто по наитию. Ты покупаешь тачку и надеешься, что с ней все в порядке. И вот надо сказать, что да, я же поперся в Оренбург, поверил там людям, что они меня, ну, не ударят там где-то кирпичом по башке и на обочине не скинут. А как бы оказались классные ребята. И, кстати, я у них спустя я продал этот эскалейд, и они мне сами перезванивают. Слушай, там у нас еще Хаммер есть 1H2, там не нужен никому. Ну, я такой говорю, конечно, нужен. И, короче, вот с этими деньгами от эскалейда я прямо опять беру билет и лечу к ним, и забираю у них еще Хаммер H2, тоже практически нулячий. С того момента, кстати, у меня начался клин, я полюбил очень эту машину и до сих пор люблю. Подписчики мои знают об этом. В общем, на Хаммере тоже хорошо заработал, поэтому контакт оказался очень классным и полезным. В общем, сделав это однажды, я имею в виду заработав миллион, я понял, что могу, поверил в собственные силы, понял, что такое вот эти пресловутые ступени и пробивание вот этих барьеров на жизненном пути. И на самом деле до сих пор, до сегодняшнего дня, я точно так же борюсь с собой, боюсь застрять на каком-то одном месте, хочу все-таки развиваться, расти. Но это, знаете, это не должно превращаться в такую просто гонку, какую-то бесконечную. Все-таки жить тоже надо и себе, надо посвящать время и детям, а не находиться в каком-то все время вот таком извинченном состоянии. Но делая свое дело изо дня в день, даже хотите вы этого или нет, все равно вы будете расти, и финансово в том числе. Поэтому есть сейчас определенный уровень дохода, которому, в принципе, я доволен, мне хватает, но нету в жизни совершенства, и все, что я дальше буду зарабатывать, я на самом деле, это будет основываться по большей части на моем интересе. То есть мне просто интересно то, чем я занимаюсь, мне интересно развивать новые направления, связанные с тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, что у меня все в этом плане получится, благодаря вам в том числе, вашей поддержке. И, в общем, очередные планки и вершины будут покорены мной еще неоднократно. Ребят, ну не подумайте, что все так гладко, и что одна ступенька покорялась и покоряется мне за другой. Приходилось падать, спотыкаться, какие-то были ошибки допущены, поэтому иногда приходилось скатываться на несколько ступенек вниз. Но такая борьба мне интересна. Продолжаем карабкаться, двигаться. И, в общем-то, я с ужасом, на самом деле, думаю о том, что было бы с моей жизнью, как бы она сложилась, если бы я тогда не поехал смотреть свой первый Ford Focus, купленный в итоге на перепродажу. Вот что было бы тогда, если бы я решил поиграть в компьютере в какую-нибудь игру, или пойти просто там встретиться с друзьями, погулять пиво, попить. Но я сделал над собой определенное первое усилие. Поехал, посмотрел этот Ford Focus, купил его, перепродал, и в результате вот жизнь меня привела вот в данный момент на этот диван, и я разговариваю с вами, чему я очень рад и доволен. В общем, ребят, главное не сидеть на месте, а все-таки действовать. И самое сложное, иногда сделать именно первый шаг. В общем, пора закругляться, я вас, чувствую, уже загрузил. Спасибо, если смотрели это видео до конца. Если подобные сюжеты вам интересны, обязательно напишите об этом в комментариях, поставьте лайк. С вами был Михаил, канал Честный Перекуп. Всем пока!